Громких событий все больше, а один только взрыв на Крымском мосту чего стоит. А ведь еще есть и военные поражения России, потеря территории, которые Москва уже объявила не просто своими, а частью Федерации. Кого за это сделают крайним? Полетят ли погоны, а то может быть и головы в российском Минобороне? И в чьих это все интересах? И что вообще сейчас происходит? Хотят обелить Путина, сменить команду военной верхушки, изменить сам ход войны? Я Алексей Мацуко, давайте во всем этом вместе разберемся. Взрыв на Керчьевском мосту, кто бы за ним ни стоял, серьезный удар уровня потери крейсера Москва. И пусть версии разные, западная пресса поначалу написала, что это украинские спецслужбы. В Киеве позже заявили, что это следствие разборок между ФСБ и Минобороны. Но теперь уже куда важнее, что за этим всем последует. Кого в России объявят виновным? Ведь, казалось бы, неприкасаемая Минобороны России сейчас критикуют все, кого не возьми. И ястребы войны Кадыров и Пригожина брушились с критикой генералов, а их никто не одернул. Как такое вообще возможно? Спрашивайте вы. И военные корреспонденты стали источником информации для Путина. Выходит, он перестает доверять армейским источникам. И все это происходит на фоне украинского контрнаступления, которое продолжается, не сбавляя темпы. И чем еще больше таких крымских громких историй, как с мостом или оставленными россиянами, все новыми и новыми населенными пунктами, тем громче в России звучат голоса недовольных. В верхах начался разброд и шатание. Российская армия первая попала в разряд виновных. И вот что за этим стоит? И что означает для Украины? Сыграет ли Киеву на руку? В России сейчас все чаще стали задавать важные вопросы. Во-первых, а с кем воюем? С Украиной или с НАТО? Может быть с англосаксами? А цель войны в чем? Украина ведь не сдается и даже на переговоры не соглашается. Даже если война, которую в Москве задумывали как быструю, победоносную, длится вот уже больше полугода. НАТО укрепляется и перевооружается, а если результата нет, то зачем тогда это все? Тем более ценой того, что санкции жестко бьют по экономике России, а мобилизация по самим россиянам. Оказалось ведь, что народ не хочет воевать. За границу сбежало больше мужчин, чем должны были мобилизовать. Говорят о 700 тысячах уехавших, а мобилизовать должны были 300. И это очень примерные цифры, реальных сейчас никто не назовет. Вот что, к примеру, пишет Форбс. С начала мобилизации из России уехали почти 1 миллион человек, сказал Форбс, собеседник, знакомый с кремлевскими оценками. Другой собеседник в администрации президента уточнил, что речь идет о 600-700 тысячах россиян. При этом подсчитать, какое количество уехавших покидают страну с туристическими целями, не представляется сейчас возможным. Перед войной в мире по инерции воспринимали Россию как пусть коррумпированную, но сильную державу. Российскую армию считали серьезным противником, что сейчас. После того, как Запад увидел огромные человеческие потери, сожженную технику, бездарно растраченные ресурсы и войну, из которой в Москве теперь не ясно, как выходить. Как ответ, начались поиски виновных. Появился и конкретный объект критики, Минобороны и его глава Шойгу. В России происходят поиски козла отпущения, виновных за поражение на фронте. Генералы тоже виноваты, они некомпетентны, не имели достаточно смелости сказать президенту, что армия не может воевать. Потери достигли чудовищных величин, где-то уже за 60 тысяч убитых, по данным украинской стороны. Не будем гадать, все равно десятки тысяч убитых и еще, наверное, около 100 тысяч раненых. Глава Чечни Рамзан Кадыров и создатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, главные ястребы войны, открыто и довольно жестко обрушились с критикой на военных. Кадыров прямо обвинил в поражениях под Изюмом и Лиманом генерал-полковника Лапина, назвал бездарем, заявил, что его покрывают в генштабе. Дальше больше. Кадыров связал поражение на фронте с армейским непотизмом, то есть ставкой на своих людей. Армейский непотизм не доведет до хорошего. В армии нужно назначать командирами людей твердого характера, смелых, принципиальных, которые переживают за своих бойцов, которые зубами рвут за своего солдата, которые знают, что подчиненного нельзя оставлять без помощи и поддержки. В армии нет места к умовству, особенно в сложное время. Его поддержал Пригожин, который еще накануне объявления о мобилизации собирал по тюрьмам уголовников и отправлял на фронт. Они оба представляют так называемую партию войны, которая жаждет победы на поле боя. По всей видимости, любой ценой. Эта победа, случись она, действительно дала бы Путину много козырей. Он бы смог диктовать условия и Западу, и Украине. И именно поэтому Путин благоволит этой группе, а они стараются, как им кажется, выражать его мнение. И, вероятно, вручение звания генерал-полковника Кадырову, это как раз сигнал, что Путин благоволит людям действия. Кадыров также важен Кремлю для внутренней стабильности. Не зря ведь ходили разговоры, что именно Кадырова хотели поставить руководителем Росгвардии 300-тысячного войска, подчиненным лично президенту, которым сейчас управляет его бывший охранник Владимир Золотов. Росгвардия необходима как средство против возможных беспорядков, так и для подавления бунта со стороны какой-то части элит. А на кого же еще опереться Путину? Вы скажете, а как же, Шойгу, он ведь не просто министр обороны, он один из толпов режима Путина. Шойгу вместе с Путиным, соавтор этой войны, и всегда случалось и считалось, что он уволит Шойгу только в крайнем случае. Ведь если снять министра, то по идее, следующий на очереди верховный главнокомандующий, то есть сам Путин. Но вот теперь Крымский мост, что проглядели? Эту ситуацию на кого? Возложили вину. Вину на Минобороны однозначно. Уровень ЧП такой, что реагировать нужно, причем самому Путину. Прямая критика Минобороны подразумевает и критику Шойгу, которого Путин, похоже, настраивает на то, чтобы тот взял на себя вину за неудачу вторжения в Украину. Дошло до того, что доклады Минобороны, а военкоры, то есть военные корреспонденты, стали одним из источников информации о реальной ситуации на фронте. Для Кремля Путин проводил с ними несколько встреч. Недовольные военными журналисты якобы нарисовали ему реальную картину о ситуации на фронте. А уходя, по данным BBC, задавались вопросом, получал ли Путина в принципе данные о реальной ситуации на официальных брифингах, которые для него проводили. Вот что пишет телеграм-канал Рядовой Губарев, того самого Павла Губарева. Путин регулярно принимает у себя военкоров, внимательно читает их доклады, задает правильные вопросы, получает объективные ответы. Знаю это точно из двух источников. Поэтому, когда некоторые наши дегенералы хотят что-то скрыть, сделать виноватыми тех же военкоров, то лучше сильно не усердствовать. Наш дедушка спецслужбист, а информация с передовой от военкоров в тысячу раз объективнее. Поэтому в этом интриганстве дегенералы очевидно проиграют. Сгнои ты к дедушке безжалостно, как пить дать. После этого военкоры просто набросились на Минобороны с беспощадной критикой. Оказалось, что плохо просто везде. Тактика, стратегия, руководство, снабжение, обеспечение Шойгу тоже попал под раздачу. Появилась версия, что это показуха. И сделано было специально в лучших традициях кремлевских подковерных игр, чтобы выпустить пар, снизить накал возмущения неэффективным управлением войсками. Ведь хотели бы в Кремле отставок, принесли бы уже кого-то в жертву. Но военкомы, даже самые скандальные, пока оказались непотопляемыми. Мобилизация в России вылилась в какое-то шоу. Когда-то, то ли герои фильмов типа ДМБ, сегодня сошли с экранов в реальную жизнь. То ли в жизни, все так и было, как на экране. Чего стоит только история Хабаровского военкома. Губернатор отстранил его от должности из-за ошибочной мобилизации половины призывников. Военкома перевели на аналогичную работу в Магаданскую область, а через три дня вернули уже обратно. И это не единственный случай. Еще две попытки уволить военкома были пресечены Минобороны. Понятно, что губернаторы хотели как-то снизить недовольство мобилизации, снять с себя ответственность. Но из Москвы поставили их на место. И вроде страсти чуть подуспокоились. Но вот теперь Крымский мост. Еще один удар по армии и конкретно по Шойгу. Но это еще и удар по Путину. Еще одна линия, которая может каким-то образом изменить ход всей войны. После обвала Харьковского фронта Кремль ответил псевдореферендумами и попыткой аннексии. На сегодня этот ресурс исчерпан. Что дальше? Ответа ведь может быть два диаметрально противоположных. Если или резкое усиление военных действий, или ставка на переговоры. Но как Москве организовать военный ответ, если к нему не готовы? Если российской армии нужна передышка, переброска ресурсов. Ставка на переговоры. Возможно. Если уж председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заговорила о парламентской площадке на саммите Большой Двадцатки на Бали, то, видимо, Россия все же возлагает надежды на переговоры. Если и не с Зеленским, то с Байденом. И в этом контексте интересен ответ американского президента, который на днях на прямой вопрос одного из репортеров «А собирается ли он во время двадцатки встречаться с Путиным?» Ответил «Не да, не нет, а посмотрим». Что значит это «посмотрим»? Информированный источник в дипломатических кругах пояснил нам, что позиция США, и об этом говорили публично, «Эта война все равно когда-нибудь закончится за столом переговоров. Другого варианта просто нет и вряд ли будет. Придется договариваться об условиях мира». Вот только другой вопрос – с каких позиций договариваться? Штаты были очень скептически настроены во время переговоров времен Архамии и Мединского. Мол, этот разговор с пистолетом у виска. Другое дело – выходить на обсуждение условий перемирия, если контрнаступление Украины будет успешным. Тогда, что называется, со старта можно ставить Москве совсем другие условия. До середины ноября времени проведения «двадцатки» времени еще много. Украине важно провести успешное контрнаступление, усилить позиции на фронте, чтобы и позиции на возможных переговорах были куда сильнее. А вот России придется, видимо, выбрать. Делать крайними генералов и выходить на разговор об условиях мира, или спасать до последнего и их, и Шойгу. Затягивая войну еще больше, а значит, уходя еще дальше в глухой угол, откуда очень скоро вообще может не быть выхода. Как все будет? Обязательно поговорим об этом, разберемся в одном из новых видео на YouTube-канале «Масука сообщает». Подпишитесь на Telegram-канал, для этого достаточно отсканировать камерой смартфона QR-код, который видите на экране. Жду ваших комментариев, они подскажут новые темы и новый взгляд. Спасибо, что смотрите. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok